У национальной телерадиокомпании Чуваший новый руководитель. Комиссия Мининформполитики Чуваший подвела итоги конкурса на пост директора НТРК. Им стал Александр Магарин. С мая прошлого года в телерадиокомпании не было директора. Его обязанности исполняла заместитель Юлия Стройкова. В июне 2013 конкурс не дал результатов. С тех пор произошли качественные изменения как в составе кандидатов, так и в самой конкурсной комиссии. Наряду с сотрудниками Мининформполитики Чуваший в нее вошли независимые эксперты. Мы подходили ко всем конкурсантам стандартно. То есть у нас субъективизм был минимальным. Каким образом мы это сделали? Один из членов конкурсной комиссии задавал пять вопросов каждому из конкурсантов. И говорил, что уважаемые коллеги, вопрос один, но он в пяти ипостасях. Что вы сделали в первую очередь в этой телерадиокомпании, чтобы улучшить ее деятельность? И каждый отвечал, исходя из этого количества вопросов. Кто-то отвечал на три вопроса и говорил, что он больше проблем не видит. Кто-то озвучил большее количество, но тем не менее, исходя из ответов конкурсантов, мы могли построить некую концепцию их видения. На должность директора национальной телерадиокомпании претендовали восемь кандидатов. Большинство из них – люди, хорошо знакомые с работой радио и телевидения. В итоге баллы распределились следующим образом. Иванов – 17,84%, Ильина – 19,92%, Кириллов – 21,07%, Магарин – 27,46%, Степанова – 19,92%, Степашина – 23,20%, Степченко – 17,00%, Стройкова – 27,38%. Александр Магарин в прошлом тележурналист и заместитель директора гостелерадиокомпании «Чувашия», сотрудник пресс-службы, директор книжной палаты, считает, что у национальной телерадиокомпании «Чувашия» большие резервы. Пока, к сожалению, особенно телевидение, оно доступно пока в основном городскому жителю в Чебоксарах, Новочебоксарске и некоторых других крупных районных центрах республики. Если мы говорим о национальном телевидении, а под словом «национальное» я подразумеваю, это в первую очередь общереспубликанское, доступное, достойное, профессиональное, объективное телевидение, оно, конечно, должно быть именно доступно каждому жителю нашей республики. Что для этого нужно сделать? Конечно, за один день эти вопросы не решаются. Я знаю, что команда телевидения уже занимается этим вопросом. Посмотрим, что-то, возможно, мы будем корректировать. Где-то будем, наверное, подключать других партнеров, возможно. Я считаю, что этими вопросами мы должны заняться, несомненно.